Если я знаю, что такое электрический ток, значит, я могу управлять им, уменьшать сопротивление, а также двигать фазы. Это самый важный момент, потому что и то, и другое обычные цилиндры, электрический ток, он же поляризованный эфир, он же ядра атомов, направленные навстречу друг другу одноименными полюсами, и фаза перехода в ноль. Фаза — это есть напряжение, и напряжение тоже труба сверху одета. Этой трубой можно управлять. Электрический ток, вот он. Вот это провод, медный провод, а это ядра атомов, медных. Как он работает? Вот я беру магнитное поле, использовал. Сейчас они находятся в равновесном состоянии. Кто как хочет повернуть. Я использовал магнитное поле, поляризовал эфир, а эфир прошел по проводу и заставил их всех повернуться вот так, вдоль провода. Значит, навстречу друг другу одноименными полюсами. Все. Каждое ядро атома содержит электрическое поле. Вот это поле и есть электрический ток. Сила тока зависит от количества повернутых ядер атомов по отношению к сечению провода. А длина провода — это напряжение. Все. Ядро атома. Просто так, для начала. Встретились два одинаковых ядра, абсолютно одинаковых. Например, северный полюс встретился с северным полюсом в вакууме. Что они делают? Разлететься они не могут, потому что в вакууме. Слиться они тоже не могут, потому что они одинаковые, одинаковые полярности. Что они делают? Они начинают вращаться. Вот, когда они вращаются, сначала рождается эфир. Эфир — такая структура, которая сообщает. Это туда наверх. Я здесь, я живой. Ядра живые. Так как на основе этого эфира рождается вот такая воронка. Черная дыра. Непонятно? Черная дыра — это и есть внутри ядра атома. То есть вот это ядро — это есть родитель. Если у курицы, значит это кальция. Только курица — это и есть динозавр. Маленький динозавр. Ничего не менялось никогда. Вот как был 650 миллионов лет назад, зашел генератор, вот этот, большого размера, в алмазном яйце. И он до сих пор просто... А, дальше идем. В природе нет законов никаких. А физика изучает именно природные механизмы. Вот они. Я только что привел. Как рождаются. Они рождаются каждый день. Но в природе есть баланс. Если рождается один, значит еще другой должен умереть. А для размножения их рождается два. Или со сдвигом фазы. Значит сдвиг фаз — это обязательно. Например, самая стабильная во Вселенной — это галактика. Галактика, она стабильна тем, что фаза на Солнце сдвинута. А сдвигают ее планеты. И планеты находятся именно там, где нет ничего, ни магнитного поля, ну, пустота полностью. То есть планета сдвигает, и поэтому Солнце бесконечное. Все устройства в природе бесконечные, вечные. А если фазы совпадают, они не вечно, они сгорают. Фазы совпадают, когда кто-то влияет со стороны. Вот, допустим, зашел в магазин, а там зарядись энергией. Этот говорит, зачем она у меня своя есть? Ты не вздумай ничего покупать и пить еще эту чушь. Тот взял, купил, выпил, сдох. А там, пошел дальше довольный, но время жизни сократилось. Ничего страшного, главное, чтобы удовлетворение получил. А вот люди, которые обучены по этому учебнику, где специально вставляют в сознание слово «топливо», если атом живой, то топливо ему не надо. Потому что он живой. Опять же, начинаем от электрического тока. Электрический ток – это поляризованный эфир, который заставляет ядра атомов поворачиваться по его программе. Как он поляризован, так он и поворачивает ядра атомов. Вот он провод. В нем повернуты ядра атома. Сейчас покажу вот так. Вот они поворачиваются. Может быть так. Или когда ядра атомы находятся в равновесном состоянии, они могут повернуты в любую сторону, кто как хочет. Но когда эфир заставляет их повернуться в одном направлении, получается, по всему проводу сети эти ядра повернуты по направлению провода. В переменном токе – север против севера, юг против юга. Это полюс, поляризация. Ничего сложного нет. Между этими одноименными полюсами образуется давление. Вот это давление создает напряжение. Напряжение. Вот оно, это труба. Красная. Красный цвет. Это есть напряжение. А это ток. И Никола Тесла научил всех, что такое переменный ток. Но вот как им пользоваться, по-моему, знаю только я. И это плохо. Потому что реклама на ютубе идет от молодых пацанов. И они, каждый начинает рассказывать, что он такой умный, что он все знает, у него там три высших образования. На самом деле никакого нет образования, потому что нет, самое главное, атом живой. Вот если сдвинуть, вот в данном случае нули вот эти, здесь ноль и здесь ноль. Вот они совпадают. Это значит максимальная мощность. Максимальная мощность это плохо, потому что перегрузка идет на атом. А вот когда сдвинуты на 90 градусов, это хорошо. Допустим, вот трансформатор. Взяли, сдвинули фазу тоже, фазу напряжения на 90 градусов. В результате потребления ноль. На входе мощности нет. А на выходе есть. Если мощность трансформатора 100 ватт, то 20 ватт, прибыль бесконечная. И она ничего не стоит. Ноль копеек. Если взять это как аналогия жизни человека, да? Если сдвинуть фазу на 90 градусов, 100 лет жизни обеспечено. При условии света, свет должен быть еще оставаться после заката солнца. Потому что свет и продолжительная жизнь человека играют первую роль. Есть пример такой в Китае. Город Балок, кажется. Там как раз идет 90 градусов от солнца. И за счет инфракрасных люди живут по 150 лет. Ничего не делают. Специальные производственники просто живут 130-150 лет. Из-за света. То есть это сдвиг фаз, важная штука. Например, вот сварочная пара. Где его можно применять? Это сдвиг фаз. Сварочная пара. Сварочная пара. Или это бутылая сварка. Вот пример. И все. И все. И все. Высшее качество. Со скоростью 1 секунда.